Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Предполагаемому поволжскому маньяку продлили срок содержания под стражей. Есть подозрение, что на его совести убийство около 30 пенсионерок. 9 миллиардов рублей задолжали жители региона за отопление, что грозит неплательщикам. Небазарный день за минувшую неделю в Самаре демонтировали 4 киоска из трех районов города. В Самаре дело обвиняемого в убийстве пенсионерок направят в суд не раньше августа. Предполагаемому поволжскому маньяку 37-летнему Павлу Шаяхметову, как и ожидалось, продлили срок содержания под стражей. В настоящий момент расследование его преступлений продолжается. Шаяхметов находится под стражей и обвиняется в совершении двух убийств. Его задержали весной 2017 года. По версии силовиков, 25 марта он задушил 64-летнюю женщину, проживавшую в доме на улице Георгия Ратнера, а 27 числа того же месяца зарезал 66-летнюю самарчанку на пролетарской. Поймали мужчину спустя сутки, он не сопротивлялся, а на допросе, длившимся несколько часов, признал вину в двух убийствах. Напомню, в деле Шаяхметова могут появиться еще десятки эпизодов, если подтвердится активно отрабатываемая следствием из СМИ версия, что он тот самый поволжский маньяк, убивший более 30 старушек. Что касается мотива преступлений, то речь пока идет только о корыстной составляющей. 9 миллиардов рублей задолжали жители региона за отопление. Только на Самару из этой суммы приходится порядка 200 миллионов рублей. Работа по взысканию долгов проводится во всех районах Самары. Пока показатели низкие. Графики по снижению задолженности за тепло представили всего 15 управляющих компаний. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил районным администрациям ускорить работу. Если в ближайшее время долги не будут погашены, некоторые дома зимой могут остаться без отопления. В каждом районе города должны быть созданы специальные комиссии, которые займутся вопросами задолженности населения и организаций. Между тем, за капремонт самарцы задолжали более 5 миллионов рублей. Судебные приставы и сотрудники фонда капремонта вручили неплательщикам копии постановления о возбуждении исполнительных производств. Среди них, например, оказался житель с долгом более чем в 20 тысяч рублей. Теперь у неплательщиков есть 5 дней для добровольной оплаты взносов. В противном случае с них будут взыскивать исполнительский сбор, который составляет 7 процентов от суммы недоимки. Также судебные приставы могут арестовать имущество, деньги должников и запретить выезд за границу. В Самаре продолжается борьба с незаконной торговлей. С начала года демонтировано и вывезено более 60 объектов потребительского рынка. За минувшую неделю убрали 4 киоска из 3 районов города. Особое внимание глава города Олег Фурсов поручил обратить на рекламные счеты. За 6 месяцев с улиц Самары убрали более 50 незаконных рекламных конструкций. В отношении остальных выданы предписания. Сейчас департаменту городского хозяйства нужно оперативно заключить договор с подрядчиком на вывоз счетов. Более сотни незаконных павильонов вывезли с улиц Самары с начала года. В первую очередь самовольных продавцов вынуждают уйти с туристического маршрута. На Новосадово очередная попытка незаконно торговать увенчалась фиаско. Павильон, где продавали овощи и фрукты, демонтировали. Уже не в первый раз. Репортаж Алины Чемерес. А я не в курсе. Я вообще ничего не знаю. Мне же они не говорят, что к чему. Продавец, узнав о том, что павильон сейчас увезут, спешно кому-то звонит и старается освободить помещение. Этот киоск на Новосадовой в списке незаконных с 15-го года. В прошлый раз владелец его вывез сам. Но недалеко и ненадолго вскоре павильон перекочевал на другую сторону улицы. Повторный демонтаж киоска неожиданностью не стал. Собственник непоколебим. Нет, незаконно стало. Закона не получается. Не дают. Деньги зарабатывать надо. Вот так же будут стоять, как все. Вы намерены вернуться потом на это же место? Планирую, да. Соседство с самовольными торговцами местным жителям надоело давно. В первую очередь из-за антисанитарии. Всю красоту, что сделают, благоустройство людям отдохнуть. Здесь один бардак. Все наши дворы превратили в туалеты общественные. А этот бардак никому не нужен. Не только я одна. Многие жители этого микрорайона против. Всего в Самаре только незаконных павильонов около 400. Их можно погрузить и вывезти. А есть еще крупногабаритные объекты. Их, прежде чем убрать, разбирают на части. Всего с начала года с городских улиц демонтировали около сотни нелегальных торговых точек. Каждая из них обошлась городу примерно в 9 тысяч рублей. Чтобы вернуть собственность, владельцы должны компенсировать затраты на вывоз и хранение. В первую очередь незаконные павильоны убирают с улиц, которые пролегают на туристическом маршруте. Я прошу всех собственников незаконных объектов потреб рынка сильно озаботиться о своей собственности и самим самостоятельно убрать незаконные объекты потреб рынка. Иначе в самое ближайшее время мы пройдемся по всем этим маршрутам и все заактированные объекты будут вывезены. Территории, где раньше располагались незаконные киоски и ларьки, планируют благоустраивать, привести в порядок газон и посадить деревья. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Далее коротко о других событиях дня. Запос в соцсети Самарцу на год запретили размещать информацию в интернете. 20 декабря 2015 года мужчина на своей странице ВКонтакте разместил текст, который по заключению эксперта содержал публичные призывы к экстремистской деятельности. Суд назначил мужчине два года лишения свободы с условно-испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил. В аэропорту Курумыч задержали мужчину золотыми швейцарскими часами и ювелирными украшениями. Он прилетел из Израиля, проследовал зеленым коридором, обозначив этим, что не имеет товаров, подлежащих декларированию. Однако таможенники нашли у него золотой перстень, крест, цепочку и наручные часы. Специалисты установили, что стоимость изъятого превышает 1 миллион 200 тысяч рублей. Теперь пассажиру грозит штраф в размере половины или двукратной стоимости товара. Также украшения могут конфисковать. В Самарской области от военной службы уклонились 682 человека. Подведены итоги весенне-летней призывной кампании. С апреля по июль на службу призвали более трех тысяч граждан. Большая часть отправила служить сухопутные войска, 287 человек, войска Национальной гвардии России, 140 воздушно-космические силы. Также новобранцами пополнились военно-морской флот, ракетные войска стратегического назначения и другие военные подразделения. Спецназовцы Центрального военного округа продемонстрировали свое умение действовать в сложной обстановке. Состязания прошли в Самарской области. Бойцы на время и точность бросили груз с вертолетов Ми-8, совершили прыжки с парашютами на ограниченную площадку, выполнили поиск груза в лесах, совершили многокилометровые марши, во время которых смогли уйти от засад условного противника, а также передать важную информацию по закрытым каналам радиосвязи. Движение транспорта по проспекту Карла Маркса в Самаре будет ограничено как минимум до середины сентября. Речь идет об участке дороги от улицы Санфировой до Авроры. Как сообщили в мэрии, там строят водопровод. Проезд ограничили с понедельника 17 июля. Возобновить движение транспорта в прежнем режиме планируется через два месяца. Более 80 тысяч человек в регионе имеют оружие. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Самарской области. По данным ведомства, на хранение у жителей региона свыше 140 тысяч ружей и пистолетов. Но, как выяснилось, обращаться с ними в соответствии с законом могут не все. Всего за полгода сотрудники Росгвардии изъяли почти полторы тысячи единиц оружия, аннулировали около сотни лицензий. Также нарушители выплатили штрафы на общую сумму более 6 миллионов рублей. Сызранский космонавт Михаил Корниенко награжден Орденом за заслуги перед Отечеством 4 степени. Награда присуждена космонавту за мужество и высокий профессионализм, проявленный при длительном космическом полете на Международной космической станции. Напомню, что Михаил Корниенко совершил два космических полета общей продолжительностью 516 суток. За время экспедиций два раза выходил в открытый космос. В июне главная медицинская комиссия признала Сызранца годным к дальнейшему участию в космических полетах. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Аварийная посадка самолета с горящим двигателем. В Курумыче прошли учения спасателей аэропорта. Незавидная жизнь жителей коттеджного поселка Завидово в Куйбышевском районе борются за справедливость. Историческое наследие плюс современные требования. Реконструкция ключевых объектов Самары под контролем общественности. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин